До светлого праздника Пасхи остались считанные дни. Повсеместно верующие христиане готовятся к этому дню. У Олегминских прихожан в этом году Пасха ознаменовалась еще одним праздником. Олегминскому округу вернули благочиние, утраченное 100 лет назад. Елена Фаст продолжит тему. Наблюдая за прихотями погоды, удивляет некоторое наблюдение, как точно совпадает церковный календарь и движение в природе. В этом году вербное воскресенье выпало на 9 апреля. И если в прошлом году на веточках вербы только начинали набухать почки, то в этом необыкновенно теплые мартовские дни разбудили к жизни пушистые комочки. С уже распушившимися веточками с утра подходили на службу прихожане собора и жители района. Освещенные веточки будут беречь до Пасхи, до которой остались считанные дни. Казалось бы, собор – это место, где больших изменений быть не должно. Свой ритм, службы, праздники. Тем не менее, буквально недавно настоятель собора, ермонах Фадей, поделился большой радостью. Алекминскому округу вернули благочиние. То, что было утрачено 100 лет назад. Решением Гиперхиального совета Якутской Ленской епархии было восстановлено исторически существовавшее Алекминское благочиние. Тут церковно-административный округ, который охватывает собой множество храмов. И теперь имя этому округу – Алекминское благочиние. Конечно, для жителей города Алекминска это теперь новый этап духовной жизни, который в первую очередь, наверное, сподвигает нас к тому, чтобы быть более внимательными к своей духовной жизни, к православной вере в родном крае. Человеку-непосвященному это малопонятно. Истинное значение события – это история, повернувшая время вспять. Символично, что именно в тот год, когда вся церковь обращается в свое внимание уроку столетия, с того момента, когда начались сложные годы для жизни каждого верующего человека. Елена Фаст, НВК Саха, Алекминск.